Рейди поставил, я слышал. Да, к сожалению, мой товарищ из сборной Португалии тоже оффлайн. Ну, как бы, команды настроены серьезно, чтобы никто не отвлекал, а также это некоторые лаги фикс. Ну, я имею в виду оффлайн фрэнсов, друзья в стиме. Видимо, хима поставили рейди, нет? Понимают, всю серьезность в ситуации нет. Или мне послышалось. Ну, только одна кто-то один поставил. Судя по всему, это обе команды только что поставили рейди или нет. Там что-то непонятно. По-моему, они сюда-сюда жмут, я несколько раз пришел. Мерелин Раб поставил, значит, латвийцы уже готовы. Взявим Португалию. Но они, возможно, если они все-таки проиграли, то есть, ну, последний раунд, то, возможно, они решают, как это, какую-то тактику что-ли придумывать, не знаю. Ты про Португалию говоришь? Да, да, ну все, вот, значит, начали. Ну да, все, начали. Я хочу посмотреть, как здесь будет вести себя небо. У меня черт все зависло. Ну, я пока тебя поддержу. Хотя нет, у меня тоже все зависло. Я летаю один на центре, и никто не стреляет. Техники непонятно, кто как выходит. По составам все, как бы, классически. Ну, на этом... А вот, говорят в этом, в СТВ, то, что паузу поставили. Наверное, кто-то вылетел в одну из сторон. Возможно, был фаст раунд. Это вполне вероятно. Да, да, это самое. Пока непонятно, кто вылетел. Вроде на месте. Я только этого не вижу, Коинс. Я встаю, я вижу. А, в нем я его ищусь. Мы ждем пока. А, так, счет нам так и не получилось узнать. Нет, ну 3-4 как? Но, скорее всего... 2-3 был счет. 2-3. Был 2-3. Мне кажется, он так и остался. Скорее всего, да, но... Но там осталось полторы минуты. В принципе, Латвия при удачном стечении обстоятельств могли вытащить раунд. У тебя не отжимали, продугали. На бочку уже отжали, и отжимали дальше, когда у нас прервалось все это действие. Тоже ждем, ждем. Возможно, у кого-то какие-то технические проблемы с интернетом, с коннектом, с чем угодно. С компьютером. Вот, да. В СТВ нам написали то, что на первой карте 3-2 все-таки португали. Счет не изменился, но, возможно, они там остались. Или португальцы отпушили центр. Но особо ничего не изменилось. Наверное, почему сейчас как раз так быстро хотели начать латвийцы. У них была небольшая минус-мораль, и они хотели как можно быстрее начать. Возможно, они на что-то рассчитывали. Но игра была действительно близкая, особенно во второй половине. Как бы латвийцам вот, и я думаю, что было бы еще бы минут пять, и они бы затащили. Был бы уже равный счет и так далее. Ну, мне кажется, смотрила бы и меньше времени. Ну, мы не знаем. Badlands, Badlands такая карта, где скоты меньше, все-таки решают. Ну, с другой стороны, понимаешь, на Badlands, как бы, если удачно разнести команду на центре... Нет, а в том смысле, что coins просто всех разрывал, а на Badlands, все-таки, так как это довольно открытая карта, здесь многие летают, здесь больше роли играют тяжелые, ну, как мне кажется, не знаю. Вот, и поэтому, возможно, там, Blind или Drift. Деструк, кто сможет нам что-то показать, хотя Тодо, конечно, прекрасно играл, тоже очень сильный ремос. Посмотрим, посмотрим. Ну, вообще, у португальца довольно сильный состав. Ты знаешь, что еще будет играть фактор? Вообще-менее. Но, именно, что касается опыта, что касается опыта, это, конечно, у португальцев лапы. Все, продолжаем. По-моему, они просто передернули паузу. Ну, то есть, отключили и сразу включили. А, это, это, как бы, там есть проблема такая, когда человек коннектится на сервер, и если стоит паузу, то нельзя законнектиться до конца. Там любую, то есть, информация какая не будет доходить. Вот, сейчас, видим, последний приконнектился, и, значит, начинаем. Но мы смотрим пока первый раунд. Я уже на центре. Кот один снизу. Демастры прилетел сразу. Вот, скот в сортир побежал. Ты смотри, Тодо стыла, сейчас. Коинс, Коинс просто рвет всех. Коинс, там, зажимает скота. Коинс забегает в дом, там, всех... Ну, в общем, все просто. Это фаст раунд, и вот то, что ты меня перебивал, никак не дал сказать. Я хотел сказать то, что Португалия показала очень агрессивную игру на Гранере, и сейчас, я думаю, это будет решать на этой карте. Они очень агрессивны. Дема сразу залетел в тыл. Коинс также порешал очень все. Ну, вот, ну, посмотрим, прав я или нет. Покажет, что называется, время. Ну, я думаю, сейчас будет фаст раунд. На бэдлансе довольно сложно защищать без убера вторую точку. Так, там вот хитро Солт сидел, сидел, но его быстренько забрали. Медик, медик убежал слишком далеко, он не смог его быстро забрать. Это было время, это была надежда. Че? Кто без убега играет? Ну, все просто-просто разнесли. Ну, это фаст раунд, как и говорилось. Да, вот сейчас, видимо, была какая-то пауза. Уберс, вот вылетел товарищ Уберс, и сразу он подсоединился, то есть мы ничего уже не теряем. Так, я иду за синими смотреть. Я пойду посмотрю, что будет на центре. Так, Коинс опять снизу. Ну, будешь должен как-то, как масса. Солды опять очень агрессивно прилетели, ну, их что-то отстреляли всех, и они сейчас проиграли. Португалия обрегала сейчас. Там я видел Киборг довольно хорошо вроде снизу пробежал, и к ним это в тыл. Пока Киборг выбежал снизу, солдаты взлетели, и также их ракетами бросили обратно. И мне кажется, это будет ответный фаст раунд сейчас. Вот. Тодо положил хитрый трап. Ларда, мы проверим, у нас стрим работает, говорят, нас не слышно. Ну, в общем, ясно. Ну, в общем, мы играем, комментируем. 9? Ну да, без звука было бы не очень интересно смотреть. Да, действительно. Сейчас Хэвик тут показывает адские вещи какие-то. Ну так Коинс, Коинс, он талантливый на все классы, и каким-то чудо-образом просто удается обороняться, таким португальцем. Я сейчас отвлекался, не видел, что происходит. Ты смотри, у него удалось это сделать. Да, да, и они только вот медика потеряли. И чего? Остальное все, в общем-то, поровну. Фаст раунд был, в принципе, очевиден, но они не смогли его реализовать. Посмотрим. То судить. Но на второй точке они не решаются все-таки убежать. Ну, на них потеряли двоих игроков. Да, у них нету медика, Убера нет. Но Коинс все равно там что-то немножко паркадил и забрал такие кота. В общем-то, вот, и опять он полез, но сейчас это было вообще откровенно глупо. Там вставил четыре тяжелых, он на всех полез. И в ответ Иплайн просто прыгнул на демаса. Ну и никто не смотрел, да. И они добрали этот раунд. Да, да. Молодцы. Все было очевидно. Ну, тут Коинс, на самом деле, ступил. Из-за него просто пошел в аркаду блайнд. Все. Потому что снизу никто не смотрел, получалось. Он просто вышел, ему никто ничего не мешал. Ко. Так, демас вообще идентично вышли. Абсолютно одинаково. Что-то все остальные как-то очень долго ходят. Демас успели. Солд в аркаду. Солда аркада не прошла. Тиних. И красный в ответ. Уберс. Вот Уберс выжил, забрал скота даже. В общем-то, сейчас что-то зажимаются. Зажимаются португальцы. А все, все, все. Коинсы слили, да. У них тащить уже некому, видимо. Ну, они опять сейчас в обрось в аркаду погнались и как бы их... Ну, да, доказательной поддержки не было или поддержку просто пресекли. Именно пресекли. Сначала разлетелись солдаты, потом демас полетел в никуда. Весьма спокойно забирают эту точку вторую. Заходят внутрь. По Уберам, что у нас? Судр есть у обоих команд. У меня сейчас будет деф. Ну, Хью уптался зажечь медик, но ничего не получилось. Выходят по мейну. Продержался как может дольше синий медик. Зажег довольно позже. И успел, смог всех сходить, кроме... Да, да, я не права, справа. Хорошо фукусят, но все равно, все равно их отжимают. Сейчас откровенно позиционное преимущество у красных было, но их быстренько пофиксили. То есть те, кто был снизу и отвлекал, их убили, а сверху остался салт один. Его тоже потом быстро убили. Медик убегал. Ну, в общем, все грамотно сделали. Как и надо. Легко легко вызвать точку. Нет смысла сопротивляться. Естественно, они этого не будут. Нет, делают, делают с разных сторон. По чуть-чуть так. А, ну это чуть-чуть, это просто нервишки потрепать. Ну да, сдерживают. Португальцы ждут подтягивания всего состава. Они дождались. Стать, что время не будет. У меня сейчас в хуте сетей, короче, иконки. У кого сколько хп, там вот это как их ставить. Это ты мне сейчас? Нет. А, все, я сам слетела. Португалия вышла на центр. Они центр отжали. Так, у Мерелина, у Мерелина серьезный. Да, 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 я уже это сделал, помогу, спасибо. У Мерелина серьезный преимущество в Убере. Поэтому... Преимущество за счет того, что Португалия на центр вышла, Убер слила, а там никого не было. Да. То есть они, ну нехитро, они отошли, сейчас они грамотно сыграли, я так понимаю. Они отошли, подождали, зажгли, пришли. Но все равно, все равно, то есть португальцы не успели забрать точку в начале, но почему-то латвийцы все-таки их не отжали окончательно с центра. Просто немножко подождали синие и забрали таки точку в центр довольно легко. Они как-то очень хитро разбегаются, что их даже смотреть сложно. В случае неудачной атаки португальцев, они как-то разбегаются, как муравьи, и тут... Так непривычно, конечно. Я-то их поймать не могу. Я обычно в СТВ там удалить от первого лица смотрю, а тут приходится летать, смотреть за всеми сразу, немножко непривычно. Ну, дефолтные позиции, в общем-то, все заняли. Хотя, опять же, португальцы готовятся выходить. У них есть... То есть не португальцы, а латвийцы, вру. Латвийцы, через дом, я бы превыше за красными смотрю. Да, у них прям убери. Они аркадят на медико демос. Но медика спокойно, спокойно, вообще без проблем. Ни одного хп не сняли. И сейчас у них убер. Выход, но они что-то не спешат дефить, решают-таки отдать центр, потому что у них минус два. В общем-то, это хорошее решение. Спокойно отдефить вторую точку. Вот здесь уже можно было зажигаться. Опять же. Все, смотри, слили убер. Вынудили, вынудили. Слили, слили. Португальцы слили убер, они не усмотрели за солдом в гараже. В общем-то, им надо было раньше зажигаться, там, когда вот на зиге были медик и солдат. Если бы они тогда зажглись, нам солдаты могли всю связку просто разнести. Не знаю, почему они этого не сделали. В результате прилетел солд вообще с малой эсфы и просто зажег медика. Теперь уже, уже есть убер у латвийцев, и они выходят со стрелы. Португальцы просто уносят свои ноги. Убегают, улетают просто. Хотя солдат один куда-то ждал, и таки зажег. Зажег, оставил медику всего там 50 хп копейками. У Португалии убер, они его опять бездарно слили, потому что солдат сверху пришел и зажег их. Ну и поскольку медик... Ну, в общем-то, команды друг друга что-то зажигают бездарно, но такие все равно, Латвия взяла вторую точку. И они сейчас... И они сейчас не успели, не успели отойти португальцы за конца, и просто их там вот в лобби, рядом с лобби на мэйне, просто разнесли. Сказать? Раздавили. Посмотрю-ка я, что делают. Я посмотрю, что делают коты у португальцев. Я тоже хотел сказать со стрелой пошел, я вот за коинцем за ним и посмотрю. Да, вот коинцем творить. Бежал, значит, смотрят, проверяются. Коинц просто прожал по центру, никого не было. Кому-то стреляет. В общем-то, дамажит, хорошо. Забирает скотов, забирает двух скотов. То есть, синие скоты просто перестреляли, но это все, что сделали португальцы. Тем временем, тяжелых, тяжелых всех разнесли. Да, сейчас прям мы увидим как будто другую команду в игре. Она просто разносит на центре. Латвия сейчас португальцев. А, ну да, естественно. Большой опыт лобби, все дела. Супеху. Вынуждают зажечь убер. И медик все равно не отпускают, но убегает, убегает. Нев. Зажгли все, и Нев оставили одного в лобби. Вот это глупость. Солдат убежал слева, оставили одного. Каким-то чудом. Он забирает демо за каким-то чудом. Вообще выживает. Я не понимаю, как это у него получилось. Там демо просто его вокруг затрапил, а он его шприцами добил. Ха-ха-ха. Так, ты смотри, у Португалии еще и отжалый. Киборг почти взял, это просто. Он остался один в живых и почти взял точку. Не знаю, что-то как-то, да. Португальцы совсем. Расслабились, может, после играния сейчас. Понятный размен, туда-сюда. Никто не за ним. Вроде встают сейчас на центр. Так, сейчас. Забирают таки центр, но... И почему-то они не отходят. У них было несколько минусов, один или два, и видео. И им надо было, как только они взяли в центр, сразу отходить. Но они этого не делают. Они оставляют, и на них просто со всех сторон выпрыгивают. Красные забирают. В общем-то, это довольно легко и очевидно. Сейчас будут они легко забирать вторую точку. Кто-то пытается заблочить. Не знаю, на всех прыгает. Коинс просто на всю команду. По медику чуть-чуть совсем попадает. Там снимают. Ну, это в его стиле. Хитрый трап не прошел. Однако зажег медика. Медик испугался. Хотя ему ничего не сняли, Мерелину. Но все равно зажегся. Перестраховался. Возможно, там делался бы мало хракое. Это сильно был травмирован его игрок. И он, чтобы спасти команду. Сейчас идет переслел. Убер сейчас у португальцев чуть-чуть больше. На 25% примерно. Ну, это как бы не преимущество. Не-не-не-не-не, ты что? Таким преимуществом. Латвия только что слила Uber, а у Латвии уже 75%. У португалии того, что они шустрые, шустрые. Я же тебе сказал, что я не смотрел. Ну, португалия не решают, решают таким доделать. Потому что они проигрывают. Это как бы логично. Тодо там хороший минус сделает. Куи отбивает второго скота. Отжимают они их на бетон. Зажигают. Зажигают отлично. Uber. Нефа, нефа Uber сохранил. То есть зажег. Но вот это он переждал, переждал, да. То есть преимущество хорошее для своей команды обеспечил. Так как вот Тодо лихо забирает демоса и медика там. То есть медик и демос. Неважно. Солд, солд. Прыгает по камеринам. Не вижу. Неф. Нет, неф. Все-таки забрали. Киборг. Киборг. Киборг сделал отличный кукап. Я это, к сожалению, не видел. Смотрел вторую точку. Ну, просто сейчас вытащил, хотя у Латвии уже была откровенно проигрышная позиция. Я не буду центра слили сразу, но он просто затащил. Красивый бэкап. Демос чуть-чуть быстрее у Латвии. Сейчас что-то солдат Португалии делает снизу под мостом. Он еще сам себе помогает. Они, 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 они добивают. Все отлично. Все. Все отлично для португальцев. Да, и они просто отжимают сейчас. Остается два живых, два живых у Латвии. Они почему-то не отходят. Минут 6 в Латвии. Почему-то они, они уже были, они, главное, уже были все на стреле. Но все равно почему-то не отшли. Не знаю. Пошли, Тань. Ну, возможно, почувствовали. Почувствовали силу. Тут 3-1 ведут. Значит, можно так поаркадить там по полной программе. Ну, я думаю, что они сейчас за это поплатятся. Раундом. Ком. О, тем временем хочу отметить то, что Нев взял Крит. Вот, я думаю, будет интересный сейчас выход. Если у них прокатит, это их. Ну, у них, кто взял 3, АНФ взял? Да, ну, да. Его, его, видимо, минус-минус сильно, да, на центре? Да, его с минус-сильно. Но у них уже есть, выходит. Отлично. Вот, они 3-3 делают. Просто, просто. Минус-4. Очень, очень, очень. Задумка. Ну, как я и сказал, латвийцы поплатили за свою аркаду на центре. То есть, когда у них минус было, надо было сразу убегать. И просто, Тодда зашел с критами и просто разрешал. Но у латвийцев не было убера, поэтому они ничего не могли противопоставить. В общем-то, это было очевидно. Так, посмотрим. Тем временем, выход на центр. Вот, киберк снизу пытается учить. А Тодда прыгнул, солдат. Солд, солд, снизу. Второй солдат. Видимо, его прикрыли, потому что Тодда... Нет, Тодда все равно забрали. Ну, так делают многие демосы. Ну, видимо, его хорошо прикрывают, потому что на него по очереди прилетел два солдата. И однако, что он остался жив. Ну, видимо, все, кто его прикрывали, они слились. Ну, судя по всему... Хотя еще 13 минут, не будем что загадывать. Счет 3-2, очень скользкий счет. Кто знает. Ну... Кто знает. Она выиграет. По крайней мере, этот раунд. Уже Деструкту второй раз. Я про этот раунд Деструкту уже второй раз пробежал. Ну, на центре, вообще говоря, португальцы смотрятся в большинстве раундов послабее. Здесь как-то... Нет, они выиграли в сетки лузеров. Игра в сетки лузеров. Латвия первую карту не брала. Первую карту выиграл в португалии. 3-2, а ты что? В общем-то, на центре, вот как я и говорил, то есть, скоты не столь решают. Именно тяжелые тащат у Латвии. И они очень хорошо... Сейчас я видел два солдата, Аркадия, на ближней вагону португальцев. И просто там всех разносят. Они хорошо играют, вот здесь вот солдаты. Но Демус уже там и скотмогают. Ну, сейчас какая-то была непонятна. Вперед пошел киборг. Его просто два скота разнесли. Заходит, заходит. Ну, не кажется, что они как зашли, так и выйдут сейчас благополучно. Ну да, их хорошо отжимает. Сейчас очень опасная ситуация. У них криты. Криты ладви, я думаю, не заметили. Ну, их разнесли. Ну, их, да. Койненько. Ну, вообще, размин-то 2 на 2. Да, 2 на 2 остается на последний солд, на втором Демус. И пробегали скаут. Скаут, наверное, по карману убежит. Да, да, пробегали. Да, забрали. Сидит в кармане, они побегут. Ну, там Хью все уже пофиксил. Остается второй еще скаут. Ну, он, я думаю, ничего уже не будет, да, не полезет. Это было бы уже глупо. Не получилось, не получилось такое реализовать 2 на 2. Ну, там был уже ближний респ, близкий респ по времени. Ну, красный спокойно занимает второй этаж. И еще собирают скота. Они с критом заходят. Да, да, вот, с критом сразу же медика минусят. Ну, как-то потом неолёт. То-да, то-да просто сотворяет тут. Вообще, минус 4, по-моему, он сейчас делал. Я не знаю, как это. Да, минус 4. Просто что-то было. Но сразу же убивает медика, убил его. И потом остальных просто... Теба нет, по-моему. Нет, ты, лопа медика после крита остались живы. Нет, нет. Первым же выстрелом нефу сняли. Нет, нет. А, ну, значит, что-то как-то показалось. Неф остался жив, и он после убера. Да, да. И они сохранили медика и всех. Не, ну, я просто смотрел за Тоддой, за Тоддой смотрел. Просто, если бы не то, потому что там уже чисто все красные встали на точку, а он её начал спамить банками и всех... Ты знаешь, вообще-то ты спутал. Начнем с того, что красные атаковали точку. Ну, я и говорю, да. А Тодда защитил её, когда они встали на точку, и... Ну да, Тодда защитил. Он зафокусил. Но неф выжил, и неф выжил. Ну, молодец, молодец. И оба медика выжили. Но, тем временем, они легко забирают центры. Помимо, они ещё забирают у медика. Это стопроцентное преимущество в Португалии. Я думаю, что это будет... Оооо! Только хотел сказать, что это будет раунд, и тут прилетает блайн, и убивает медика. Да, теперь уже всё, конечно, в обратную сторону. Преимущество будет у латвийцев, но небольшое. Большое. Большое, большое. Потому что Португалия, в которой... 25%, но нефть до сих пор не копится, потому что только он респанулся. Никто уже прилетел сюда, дистракт, и всё правильно делают, и надо всем срочно перерескиваться. Но почему этого не делают? Дистракт забирает двоих, и медика. Нет, медика не забрал. Медик перерескивался, наконец-то. В общем-то, сейчас надо было всем троим, конечно, перерескиваться. Ну, коинс, коинс. Коинс убегает, коинс, всех нагибает. Он забрал милу. Я не видел, откуда он, к сожалению, выбежал. Видимо, у нас этого. Дерево там где-то крысил. Функция, да. Спасает свою команду, не именуя его фастраунда. И теперь уже преимущество на стороне Португалии. Но не столь большое, конечно, всё 20%. Пооберу. И латвийцы решают не заходить внутрь. Стоят на бетоне. Упокойно. Тугальцы тоже не смешат. Не знаю, но я думаю, что сейчас они сотню на копеек будут выходить сразу. Не думаю, что им очень хочется играть в The Sider map. Третью. Ну, судя по такой игре, Тодду заберут сейчас. Так, идёт солдат в атаку. Нет, решают такие... Тодду собрали, и они решают не идти. Ну, это, конечно, правильно. А тем временем, с кармана заходят латвийцы. Просто встают на точку. Зажигаются, зажигаются. Чуть-чуть передержал Мерелину. Ну, он раньше зажёгся, это, да. Ну, да, ну и всё. Да, просто они перестреляли на Убере. 2-5 уже попахивает разгромом. Чё, целых 7 минут. В принципе, в принципе, можно ещё переломить игру. Но надо как-то что-то срочно на центре менять в Португалии. Кардинально. Потому что центр у них просто... Почти все центры они слили. То есть, вот они там взяли пару центров, и они взяли пару раундов. Вот демон. Они не разу в первый раз. Очень агрессивно. Он на СВУ прыгает. Забирается кота, но он быстро фиксит Уберс. Но всё равно солдаты также очень агрессивны. И Уберс там опять кого-то забирает. То есть, смотри, Португалии удалось таки первый раз выйти на центр. Но это демон. Демонстр просто отвлёк всю команду. Они такого не ожидали. И они вот зажимаются. Сейчас они кучкуются, зажимаются на стрелке. Сзади просто отбегаются коты. И их, так сказать, заднюю часть тела уничтожают. Ну всё было... Да, сейчас очень хорошо сыграли португальцы. Хотя... То есть, в общем-то, довольно рискованная тактика. Демонстр там 100% слился. Он когда прилетел, у него осталось хп 30. И, конечно, его забрать там не составляет. Эту проблему. Но! Самое главное, что на него отвлеклась вся команда. Практически. И тем временем там солдаты и остальные, они смогли делать свое грязное дело, так сказать. Я думаю, у них и была такая задача всё-таки отвлечь. Да, да, пожалуй, согласен. Ну, сейчас это скорее всего. Сейчас там кто-то, как-то странно, вообще не попадал по медику на точки. Просто какое-то мясо творится на последней карте, точки и всё, да. Это было довольно просто. Ну вот, как я и говорю, центр берут и берут раунд. Без проблем. То есть, если сейчас получится переломить ход игры у португальцев на центр, то тогда игра уже пойдёт совершенно по-русски. Ещё целых пять минут. Да, да, темос точно так же, точно такая же тактика, но его уже ждали. Он никого не минусит. Но его не забрали, не забрали сразу же. Вот, его забрали, но опять же они отвлекли. И теперь красный уже все находят на стреле. То есть и португальцы легко забирают центр. То есть, в общем-то, в общем, тактика прошла. Но мне кажется, что я не третий раз... Я всегда под шумок забежал в тыл и убил медика. И это, скорее всего, будет раунд. Тем временем я хочу отметить то, что если мне... Как мне кажется, если третий раз они сделают так же, то, мне кажется, их пресекут. Ну да, это было бы уже откровенно глупо. И очень рискованно делать то же самое третий раз. Я думал, что на третий раз девушку можно было бы залететь к ним на малую. Да, совсем в тыл. Тогда, хотя, возможно, тоже будем ждать. Ну, посмотрим, посмотрим. Ладно, сейчас он пока счет... Тем временем они... 3-5. Супер. Латвия, да, со стрелы заходят. То есть, в карман, проще, прощения. Тодду очень забавно не дал выйти. Ну, в общем-то, там уже какие-то гей-дефенсы пошли. Как-то надо собираться. Латвию собираться. Если сейчас еще такая вещь произойдет, то... Просто сейчас очень сильно переломили психологически, конечно, португальцы. У них большая плюс мораль. Такие два раунда хорошие. Тодда опять, смотри, Аркадий сейчас будет. Да, с двух пайп он опять... Опять так же решает. Не знаю, это уже как-то совсем... Ничего у него не получилось. Да, вообще ничего, его очень быстро скаут, запокусил. Его скаут там откровенно ждал просто. Да, да. Не выбегал. Естественно, с третий раз это очень весело. В португалии откаут. Хотя койт задержать медикам. И еще второй скаут. Не убиваем. Койт все равно кого-то забирает на центре. Не знаю, сколько у него килов уже. 40, 70. Миллион. Да, при том, что Тодда показывает очень красивую игру, койт существенно его по очкам превосходит. Койт просто выгибает. Ну, конечно, среди всех игроков он явно выше всех по уровню. Кроме размере Линд. Линд Медик он не может ничего сделать. Португалия, тем временем, не дала зайти Латвии на стрелу. Остается уже всего три минуты. В общем-то, в Португалии надо просто в срочном порядке идти отточить. Чтобы какую-то надежду вытащить эту карту. Но по ходу дела уже начинает хормой настраиваться на третью маку. Кто-то идет Аркадий. Аркадий по медику попадает. А Медик отдает 50 КВ-28 КП Медик в Берелин. По нему соус впритык не попадает. Я не знаю, как бы там прилетел, но не по голове ему бегал, но все равно не мог ничего. Как только у Берелин появляет Убер, он все снова включает, и они немножко площадь центра. Ну, для Латвии все складывается, в общем-то, по ее плану. Ненормальный. Как бы две минуты подождать, и все будет хорошо. Ну, и им сейчас главное не сделать никаких глупостей, потому что, в принципе-то, две минуты, и это еще можно вытащить. Конечно, безусловно. Но сейчас глупости начинают делать португальцы. Да, они не слишком маркали. Они не слишком маркали выходить куда-то, и не понятны. Да, и начинают сильно маркали. Вот Тодо, Тодо вообще куда-то пошел, непонятно. Намалу что-то забыл. Все равно, атащи спрашивают. Тодо на центре, во, что-то непонятно, что он задумал. Я даже посмотрю, он медика, наверное, будет пытаться сейчас. Конечно, конечно, он цар. Он прыгает. Нет, он что-то непонятное делает. Ну, просто-просто пытается что-то, вот спиной, спиной к светски стоит. О-о-о, просто, да. Ну, в общем-то, да, че-то... Ну, медика забрали у Латвии. Коин, следите, кто еще что-то адекватное делает, по-моему, у синих. Ну, скоты, скоты, да, молодцы. В общем-то, нормально все сделали. Прыгают в блочисть. Солдат, у меня сейчас все помог. Аэршотика красивого не получилось. Да ладно. Ну, все, тут минута уже. Хотя, ну, буквально, один пуш, один-два пуша, одну-две атаки, хватит времени. Если будет удачно... Мерелин, Мерелин, ты уже ждал Коинса с пилой. Но сажал его. У него теперь преимущество в Uber. А нет, нет, преимущество уже было не усменить, да. Преимущество в Uber как раз сейчас у Португалии. У них уже есть Uber. Но всего 10 процессов. И у них есть минута, 50 секунд, как бы. 50 секунд, сейчас. Ну, все, им надо просто идти. Тех вообще убивать. Минус 6. Минус 1 пока. Тодо полетел, брать точку пока. Ну, все полетели, брать точку. Это единственное надежда. Как ни странно, они, кстати, скрываются. Получается эта идея. Да, у них это невероятно. Что-то здесь творят. Болгат, что-то 2. Один живой. Один живой киборг. 20 секунд, 20 секунд. Так у них киборг далеко. Все, да. Это невероятно. Коинс добирает последнюю точку. Португалия все-таки вытянули. Как они плохо начали эту игру. Да, да. Счетный очень большой счет был. То есть счет был там сколько? 3-1, по-моему, да? 3-2, я не помню. И 5-5 вытащить просто на последних секундах. То есть вот они вот с Убером вышли, перестреляли все. Очень грамотно. Ну, правда, в Латвите тоже какую-то фигню сотворили. Да, мне кажется, когда был счет, существенная преимущество. Итак, у нас сейчас голден хап на этих.